Развитие онкологической службы находится на особом контроле главы государства. Напомним, 14 декабря 2017 года в рамках ежегодной пресс-конференции Владимир Путин отметил, перед системой здравоохранения стоит задача повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи. В Чувашии после ввода в строй нового хирургического комплекса онкодиспансера увеличилось количество оперативных вмешательств высокой категории сложности. Одна такая операция прошла сегодня и заняла около 8 часов. Циторедукция включает удаление всех видимых проявлений опухолевого процесса и означает отсутствие макроскопически определяемой остаточной опухоли. Сложную операцию выполняла целая команда врачей во главе с Сергеем Гомоеновым. Уникальность ее в том, что медикам пришлось работать практически на всех органах брюшной полости. Ну и плюс здесь нужна очень слаженная работа совместно с анестезиологами, чтобы они смогли обеспечить грамотное анестезиологическое пособие на протяжении всего времени операции. Операция по длительности может идти несколько часов, 6-8. Операции такого объема выполняются в России в единичных центрах. Слишком сложные, слишком трудоемкие, слишком много времени занимают. В нашем онкодиспансере специалисты уже накопили определенный опыт. Мы такие операции внедрили у нас в диспансере после того, как к нам неоднократно приезжал Валентин Михайлович Нечушкин из онкоцентра имени Блохина и профессор Ласло Унгар из Будапешта. Вот они неоднократно показывали нам такие операции. После этого мы смогли перенять их опыт в результате этих мастер-классов. И внедрили эти операции с прошлого года. На сегодняшний день у нас больше 10 подобных операций. Как чувствует себя пациент? Пациент чувствует себя удовлетворительно. Надо отметить, что за последний год благодаря системной планомерной работе на 8% снизилась смертность от новообразований. Такие цифры привел глава Чураша Михаил Игнатьев в ежегодном послании к госсовету. Обозначенные задачи – ввести в эксплуатацию оборудование центра ядерной медицины. Инновационные технологии протонно-ядерной терапии с точечным контролем опухоли помогут сохранить не только жизнь больного, но и ее качество. Елена Гальпельна, Сергей Адушкин, Республика.